«Еще чуточку подожди, и ты получишь его на обед. Держи его, славный волчок!» Этого было достаточно. Скрипач бежал, старательно закрывая за собой все двери. Дружба между Джимом и его любимцем росла. Чем старше становился волк, тем яростнее он ненавидел собак и пахнущих водкой людей. Зато его любовь к Джиму и всем прочим детям росла с каждым днем. В это время, осенью 1881-го, фермеры сильно жаловались на то, что волки очень размножались и истребляли стада. Отрава и капканы оказались бессильными. И понятно, что когда в Виннипекском клубе появился знатный немецкий путешественник, сообщивший, что у него есть собаки, способные в короткое время избавить страну от волков, его речи возбудили всеобщее любопытство. Ведь скотоводы и большие любители охоты и мысль освободить округ от волком с помощью свора волкодавов оказалась им очень заманчивой. Один был белый, другой палевый, с черными крапинками. Каждый из этих огромных псов весил около 200 фунтов. Мускулы у них были, как у тигров, и все охотно поверили словам немца, что одной этой пары достаточно, чтобы одолеть самого крупного волка. Немец так описывал их обыкновение охотице. Нужно показать им след, и будь он хоть суточный, они тотчас же побегут искать волка. Их ничем не собьешь. Как бы волк ни прятался и ни кружил, они живо отыщут его. Чуть только он кинется бежать, палевый пес хватает его за бедро, и он не подходит на землю, как белый вцепится ему в голову. Палевый хвост, и он будет разорван напополам. Все это казалось весьма правдоподобным. Всякому хотелось проверить собак на деле. Многие из местных жителей считали возможным встретить волков на Осинебуане, и охотники не замедлили снарядить туда экспедицию. Но напрасно. Проискав волков в течение трех дней, они готовы уже были отказаться от охоты. Когда кто-то вспомнил, что у трактирщика есть цепной волк, которого можно дешево купить, и который, хотя ему только год, вполне пригоден для испытания собачьих способностей. Стоимость волка сразу повысилась, когда трактирщик узнал, для чего он нужен охотникам. Кроме того, ему совесть не позволяла продать волка. Однако совесть сразу перестала мешать ему, едва охотники сошлись с ним в цене. Теперь нужно было удалить маленького Джима. Его отослали к бабушке. Затем волка загнали в ящик. Ящик заколотили гвоздями, поставили на фургон и отвезли в открытую прерию. Собак с трудом могли удержать. Так они рвались на ловлю, едва почуяв волка. Но несколько сильных мужчин держали их на привязи, пока фургон не был отвезен на полмили дальше. Волка не без труда выгнали из ящика. Сперва он казался оробевшим и угрюмым. Он не пытался кусаться. Сейчас пойдем, доченька. А только искал, где бы спрятаться. Тревожимый криками и свистом, поняв, наконец, что находится на свободе, волк пустился крадущейся рысцой к югу. В тот же миг собаки были спущены и с яростным лаем ринули вслед за ним. Люди с радостными криками поспешили за собаками. С самого начала стало ясно, что волку не сдобровать. Белый мог бежать не хуже любой борзой. Немец громко восторгался, видя, как его любимый пес несется в апрерии, приближаясь к волку с каждой минутой. Многие предлагали держать пари, что победят собаки. Но это было настолько ясно, что пари не принимал. Это протеиновая еда. Она тебе не нужна. Ты хочешь кушать? Алиса, Машечка, найди что-нибудь поесть. Что-нибудь сладенького, да? Может, какой-то пончик или что-нибудь. Там есть запеканочка из творога. Хочешь? Так. Многие предложали держать пари, что победят собаки. Но это было настолько ясно, что пари никто не принимал. Соглашались только ставить на одну собаку против другой. Молодой волк бежал теперь вовсю прыть. Но скоро белый пес настиг его и подступил к нему вплотную. «Смотрите теперь!» — крикнул немец. «Как этот волк взлетит на воздух!» Минуту спустя волк и собака сошлись на мгновение, но оба тотчас отпрянули друг от друга. Ни один из них не взлетел на воздух. А белый пес упал на землю с ужасной раной на плече. Выведенный из строя, если не убитый, десять секунд спустя налетел, а разину в пасть второй по пес — палевый. Садка была так же мимолетна и почти так же непонятно, как и первая. Животные едва соприкоснулись. Серый зверь метнулся в сторону, палевый пес отшатнулся, показав окровавленный бок. Понукаемый людьми, он снова бросился, но получил вторую рану, окончательно научившую его уму, разуму. В это время подоспел сторож с еще четырьмя большими собаками. Их спустили на волка, и люди с дубинами и арканами уже спешили вслед, чтобы прикончить его, когда через равнину примчался верхом на пони маленький мальчик. Он соскочил на землю и, протолкавшись сквозь отцепевшее волка кольцо, это мальчик этот, да. Нет, мальчик приехал на танке. И расстрелялся. С сигарой. С сигарой, да, на танке. И сказал, сейчас вам всем конец. Да? В это время подоспел... Он соскочил на землю и, протолкавшись сквозь отцепенение кольцо, обхватил шею его руками. Он называл его милым волчком, дорогим волчишкой. Волк лизал ему лицо и махал хвостом, как пес. Затем мальчик обратил к толпе мокрое от слез лицо и сказал, ну да, лучше не печатать того, что он сказал. Ему было всего девять лет, но он был очень груб, так как вырос в низкопробном трактире и успешно усвоил все постоянно слышанное там сквернословие. Он ругал всех и каждого. Взрослый человек, позволивший себе такие оскорбительные, неприличные выражения, не миновал бы жестокой расправы. Но что делать с ребенком? И в конце концов, охотники сделали самое лучшее. Они громко рассмеялись. Не над собой, конечно, смеяться над собой никто не любит. Нет, но все одного, они смеялись над немцем, знаменитые собаки, которого спасали перед молоденьким волком. Тогда Джим засунул грязный, мокрый от слез кулачок в свой мальчишечный карман и, порывшись там, среди стеклянных шариков и леденцов, смешанных с табаком и спичками, пистолетными, пистонами и другой контрабандой, выудил из всего этого обрывок тонкого шнурка и привязал его на шею волку. Затем еще все всхлыпевая поскакал домой, уводя волка на шнурке и бросив немецкому дворянину прощальную угрозу. Я бы и за два цента натравил его на вас, чтобы вы сдохли. Читаем дальше? Да. Классная сказка. В начале зимы Джим заболел. Волк жалобно выл на дворе, не видя своего дружка, и, наконец, по просьбе больного был допущен в его комнату. Здесь большой дикий пес, ведь волк, просто дикий пес, верно дежурил у постели приятеля. Болезнь казалась сперва несерьезной, и все были поражены, когда наступил внезапный поворот к худшему. И за три дня до Рождества мальчик скончался. Волк оплакивал его искренне, больше всех. Большой серый зверь откликался жалобным воем на колокольный звон, бредя в сочельник за погребальным шествием. Вскоре он возвратился на задворке трактира, но при первой же попытке снова посадить его на цепь перескочил через забор, и был таков. Той же зимой в бревенчатой хижине у реки поселился старый капканщик Рено с хорошенькой девчонкой Нинеттой. Он не имел представления о Джиме и немало удивился, увидел волчьи следы на обеих берегах реки у самого городка. Старик с любопытством и сомнением прислушивался к рассказам служащих гудзоновского общества, поселившегося по соседству волки, который иногда проникает даже в самый город, а особенно любит лес, находящийся по соседству с церковью святого Бонифация. Сочельник едва зазвонил колокол, по лесу пронесся одинокий печальный вой, убедивший Рено в правдивости рассказов. Он хорошо знал все волчьи песни, призыва помощи и любовную песнь, и одинокий вой, и резкий вызов. Это был одинокий вой. Старик спустился к реке и ответил таким же воем от дальнего ряда и переправилась по льду к тому месту, где сидел на бревне человек, неподвижный, как бревно. Тень приблизилась к нему, обошла его кругом и потянула носом. Тогда глаза ее загорелись, и она зарычала, как рассерженная собака, и скользнула обратно во мрак. Таким образом Рено, а вслед за ними многие из горожан узнали, что по городским улицам бродит огромный серый волк, второе больше того, что когда-то сидел на цепи у петейного заведения Гагана. Он был грозой для собак, умерщвлял их при каждом удобном случае, и говорили даже, хотя это осталось недоказанным, что он сожрал не одну собаку, загулявшую на окраинах. Вот кто был веникпекский волк, которого я увидел в занесенных снегом лесах. Я хотела ему помочь, воображая, что его дело очень плохо, но то, что я узнал позднее, изменило мое первое впечатление. Не знаю, как окончился виденный мною бой, но знаю, что волка не раз видели с тех пор, а некоторые собаки исчезли бесследно. И так ни один волк еще никогда не жил такой странной жизнью. Имея возможность жить в лесах, в степях он предпочел вести полные предвратности существования в городе. Каждый день на волосок от смерти, каждый день совершая отважные подвиги, ненавидя людей, презирая собак. Он каждый день разгонял собачьи стаи, убивал попадавшихся ему в одиночку псов. Он пугал пьяниц, избегал людей с ружьями, изучил капканы, изучил отраву, как именно, невозможно сказать, но изучил несомненно, так как много раз с презрением проходил мимо отравленных кусков. Не было в Виннипеге ни одной улицы, в которой бы он не побывал. Не было полицейского, который не видел бы его быстро мелькающей неясной тени в сером расцвете. Не было собаки, которая не дрожала бы от ужаса, когда предательский ветер доносил весть о близости старого колдуна. Он жаждал войны, и врагом его был весь мир. Но не было случая, чтобы волк обидел ребенка. Детей он не трогал. Нетта родилась в пустыне. Мать ее была индианка, серые глаза она унаследовала от нормандца отца и была теперь прелестной девушкой 16 лет, первой красавицей во всем округе. Она могла бы выйти замуж за любого из богатых и степенных жеников в околотке, но избранников ее сердца стал Поль Дерош, видный малый, лихой танцор и недурной скрипач. Поль на расхват получал приглашение на все пирушки